На далёкой Амазонке Только Дон и Магдалина Только Дон и Магдалина Ходят, поморят туда Дорога грезь И пусть меня в конце гудит Ждёт ваш реник Но ваше платье — это бабочки И сладость И сердцу вашему со мной Тепло И вот решительное «нет» Слетает звук Прохладным шелком нападают Глентный перец И кровь в стуке войны В моём мозгу И прилетает по месту Тепло Гармоны Как чекары Любые подстанцы Больные нас любожку Стоятся Чики-вары в стране Жгут, жгут, жгут И стараются Чики-вары в стране Жгут, жгут, жгут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты еще так молод, сердце стучит, как молот Но время словно порох, сгорает мысли ворон Ловишь ветер руками, бросаешься словами Клопаешь воздух жадно, обманываешь складно Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Слышишь их себе, так надо, здесь только поздно День запишутся к коту, идешь по переходу Разных судей, лабиринт, бесконечный свет Сам себя не обгонишь, время не остановишь Но впереди новой жизни ведь он, как последний год Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Слышишь их себе, так надо, здесь только поздно Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Слышишь их себе, так надо, здесь только поздно Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Слышишь их себе, так надо, здесь только поздно Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Слышишь их себе, так надо, здесь только поздно Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Остановить тебя течет река, крутые перекаты и чучные берега Ждем распоряжения судьи. Команды выстраиваются. Команды выходят на поле. Остающегося ценаю сад колгофа, уходящему спиной, остающим сад колгофа. Музыка для всех и обеды в столовом. Я вырос на почве любви и пьянства. Как это ни странно, живой и здоров. Я вырос на почве искусства и бреда. Подругами соседей по звон трамвая, по знаком собаки и велосипеда. И вкус газировки был слаще рая. Мы играли в войну в котлованах на стройках. Тонули в канавах и вязали в гудроне. Но в мечтах мы мчались в каретах на тройках. И сидя в сугробе, царили на троне. Я тонкий лед твоих следов крошил в свой виски. И шел домой на громкий свет, кутить, напиться. Старинный позабыв запрет, пить из копытца. Твои следы в моем саду, на той дорожке. И я один иду, иду по дубе в рожки. Как вы первый раз сюда попали? Понимаете, когда готовишься к полету и когда летаешь, обязательно нужно музыкальное сопровождение, какой-то фон. Иначе как-то немножко тоскливо. И пока на тренировках ты пробуешь одну музыку, другую. Вообще, я раньше, я ленинградец, я раньше любил классическую музыку. Ну, не сложную, не симфонию, но такие оперные арии. И я попросил сделать мне для космоса кассету вот с классической такой несложной музыкой. Там в Альпурге «Ночь», «Арлезянка». Вот. И оказалось, что нельзя по классику работать. Ты должен или слушать классику... В Альпурге «Ночь» это однозначно. Под Валютно. Вообще, под такую музыку надо или слушать музыку, или не слушать. Она не может быть фоном. Вот. И поэтому я заказал потом эстрадные оркестры были большие тогда. Но когда появился Высоцкий, тогда все отошло. И мы летали в космосе, жили в космосе под песни Высоцкого. Почему? Потому что это был автор очень широко, так сказать, у него песни широкого диапазона. И там, если тебе грустно, заводишь его юмористические песни. Если трудно, патриотические. Если очень трудно, тогда мы вместе с ним поем, и капитан сказал, еще не вечер. Понимаете? И в результате, вот, кассету, конечно, оставили в космосе для других космонавтов, которые туда прилетят. А вот, значит, обложечку с его фотографией и с нашими печатями, сделанными в космосе, подписями, мы вернули Высоцкому. И написали, что вы были третьим членом нашего экипажа. То есть, хорошая песня, это как еще один член экипажа. Понимаете? Какой масштаб. И я сюда приезжаю, потому что я давно люблю эту авторскую песню. Мне повезло быть знакомым с Висбором, вот, с Высоцким, с Берковичем, со многими. Когда-то я слышал Никитина, когда у него еще был в университете квартет, и там пела таким тоненьким девичьим голоском «Ляля Фрайтер». И, но когда вот появился Высоцкий, он вышел на первое место. Все как-то немножко посторонились. Но сейчас я сюда приезжаю, чтобы найти новую музыку для новых молодых космонавтов, которые полетят на Луну, на Марс. Им, ну, представляете, два года летать, и нету звука, нету мелодии, нету остроумных слов, нету патриотических слов. Это невозможно. Но вот современные авторы, к сожалению, у них очень узкая тематика. То есть если в Висбор он ездил и к полярникам, и к летчикам, и к подводникам, и очень хорошо их чувствовал, то вот современные ребята, они, видимо, нигде не бывают. И единственное, на чем их чувства, так сказать, выражаются, это несчастная любовь, дожди, последний желтый лист. И я говорю, что, ребята, песни нужны космонавтам, но не такие, потому что, говорю, космонавтам песня помогает жить в космосе. А от ваших песен они умрут, не долетев до Марса, с тоски просто, да. Поэтому вот я прихожу. Ну, а кроме того, здесь встречаешь друзей, таких же любителей песни, как ты, таких же любителей. Вот я никогда не был вот таким туристом, чтобы ради километража. Раньше ведь так, прошел там 300 километров значок туриста там. Но я всегда стремился куда-то ехать, идти, лететь, где что, какая-то загадка. Вот на Тунгусском метеорите я много раз был. Я был, мне даже на Бальбекской веранде повезло побывать, где вроде, значит, непонятные строения еще до Римской империи и из таких гигантских каменных блоков, что до сих пор нет подъемников, чтобы установить это. То есть вот я турист такой вот целенаправленный. И здесь тоже вот с одной стороны туризм, но это потом вырежете, что, значит, альпинизм – это школа мужества, а туризм – школа замужества. Нет, это мы обязательно оставим. Вот, так что здесь и радость песни, и радость встреч, и музыка, и стихи, интересные люди. Ну и вот, видите, еще и школа. А природу, наверное, лучше нигде не найдешь. Вот я всегда так говорю, что я могу, в общем, к 80 годам все-таки я как-то состоялся как человек. И у меня на многие вопросы есть свое мнение какое-то обоснованное раздумьями, годами. Единственный вопрос, на который я не могу ответить – откуда Земля красивее? Из космоса или вот когда на ней стоишь? Разная красота сравнивать невозможно. Ну, а, значит, эта лука, она одно из самых красивых мест на Земле. Загадочно. То есть надо очень долго вспоминать, где еще была бы такая красота. Вот нравится море, да? Нравятся горы. Но все-таки море через несколько дней надоедает. То же самое горы. А вот эта красота можно всю жизнь среди нее провести и всегда ее любить и всегда ценить. КОНЕЦ Перелётные птицы на нашем гостях берегу И внимательно слушаем наши горячие песни Мы живём нараспев, мы живём и поём на негодные птицы Это целый год, пожар, полной, имирают города и страны Паралитики и яны, но нигде таких птиц нету По которым нам хранить по свету Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!